Мы приехали за 39 земель, чтобы опять творить, вершить добро Будем встречаться Здравствуйте Здравствуйте, Дед Мороз и Снегурочка У нее погиб, ну, умер муж от болезни Есть кто дома? Татьяна поделилась своей историей, почему она не может ходить Я думаю, ребят, что это вообще ничего не будет Очень большие проблемы со следующим нашим подарком Пишет в частную очередь, я ее продал Что-то мне не верится, вот это Да, мы обосрались, ну, что сделаешь? Мы приехали за 39 земель, чтобы опять творить, вершить добро И теперь мы в деревне Бурлакова Я надеваю шапку, я надеваю костюм Снегурочки Вот мой напарник грязный чуть-чуть, Дед Мороз И мы начинаем Прям удачи, я пошел Давай мы отвернемся Ты что, блин? Мы должны просто прыгнуть вместе, понял? Да Раз, два, три Мы приехали сюда опять не просто так Что конкретно мы будем делать, вы сейчас узнаете Просто хочу, чтобы вы наблюдали Но Вадим уже знает нашу задумку Я уже заряженный У меня уже полный мешок подарков для БМВшников Да ладно! Сейчас, БМВшники Это специально для вас Опа Показываем типичных владельцев БМВ Мы приехали сюда, чтобы найти 8 семей Которым мы сегодня поможем В планах у нас было пройти 8 семей Но сейчас вы увидите, с чем мы сталкивались Поэтому у нас, в принципе, физически времени хватило только на 6 семей Конечно, мы хотели посетить и большее количество Но просто не смогли А конкретно мы исполним их заветные желания На листочке они напишут 10 своих заветных желаний Мы выберем одно и с Вадимом их исполним И я надеюсь, что это будет связано с тачкой Ну, не массаж дарить только На самом деле мы капец, как тут выглядим Вычурно, просто пипец Все на Жигулях ездят, на Нивах Я могу объяснить этот феномен, ребят Мы должны были приехать на нашей типичной бричке Опель Инсигния Боевой С номерами 777 Но мы приехали на S63 АМГ, потому что Вадим хотел по... Ладно Нифига не так Нифига не так Тот, кто нам должен был дать Инсигнию, просто не вовремя проснулся И нам не на чем больше было ехать Понимаете, какая проблема? Не на чем ехать, только S63 есть Все, забыли Это наша несуществующая... Это как Сани, Сани наши А где олень? Подожди Тихо, три секунды Получилось? Ну, правда, я видела, думала, что это будет более эпично как-то Детка, у тебя что-то на этом... На носу... Ай, это что? Новый год! Ребята, мы приехали не в какую-то заведомо выбранную и разведанную местность Как вы могли подумать? Блин, у меня бороды даже нету, я неправильный Дед Мороз Ой Страшно Те дома, в которые мы сегодня будем стучаться, найдены абсолютно случайным методом тыка И сегодня мы будем надеяться на удачу Самое пугающее в этом во всем то, что мы даже предположить не можем, кто окажется по ту сторону двери, когда мы постучим Тук-тук Блин, столько всего хочется купить Мой весь лист уже разрывается Но у меня были такие большие траты перед Новым годом на подарки, на сюрпризы Минус все сбережения Но эти диски такие красивые Вот оно, мое спасение Теперь у моего персика будут новые тапки Ура! Ребята, праздники это всегда счастье и радость Но как же они бьют по карману, согласитесь Для тех, кто со мной согласен, у меня есть отличная новость Можно воспользоваться картой Тинькофф Платину Она поможет не только оплатить все необходимое, но и сделать это выгодно Тинькофф Платину это максимально удобная кредитная карта, которую можно получить, не выходя из дома Решение о выдаче происходит очень оперативно, а доставка возможна прямо в день оформления Ее кредитного лимита хватит на все, ведь он может составлять до миллиона рублей По спецпредложениям кэшбэк может быть до 30%, где один бонус равен 1 рублю Им вы можете оплатить и услуги ЖКХ, и счет в ресторане, и билеты, в общем, очень много всего Лично мне очень нравится, что у Тинькофф Платину есть рассрочка до 12 месяцев на любые покупки И активировать ее максимально просто В приложении Тинькофф просто выбираем недавно оплаченные покупки от 1000 рублей и подключаем ее Еще мега удобно то, что можно переводить бесплатно до 50 тысяч рублей без подписки И до 100 тысяч рублей в месяц на карты любых банков с подпиской Тинькофф ПРО У меня она, кстати, уже есть А если понадобятся наличные, можно перевести деньги с кредитки на дебетовую карту и снять Ребята, переходите по ссылке в описании и оформляйте карту Тинькофф Платину с лимитом до миллиона рублей Тук-тук Приветик А мама дома? Да Малыш маленький Здравствуйте Дедушка Мороз и Снегурка Очень приятно, можно, да, пройти Мы приехали с исполнением желаний, скажем так Ты сюда, одевай шорты Мы хотим вас попросить, чтобы вы написали вот на этом листочке 10 своих самых заветных желаний Вот подумайте, мы уйдем на полчасика, потом вернемся и заберем у вас этот листочек И одно из ваших желаний мы исполним Договорились? Приношу свои извинения уважаемым зрителям за внезапный блюр В квартире было очень душно и влажно, и линза на камере решила запотеть Чудеса случаются Внучка, проходи Смотри на мою карту Она такая криповая Я бы если это ночью увидел, я бы, наверное, отсюда сваливал Прикинь, продать твой С-63 и восстановить целый дом Можно это не вставлять, пожалуйста? А не прям, проходите Я вообще сейчас думал, что нас с негативом встретят, честно говоря Скажут, да, уволять я Пойдемте в следующий подъезд Погнали На самом деле, вот в этих местах, вот в таких вот деревнях, селах и так далее, как правило, они все знакомы со своими соседями Общинная какая-то система взаимодействия Смотри, это поликлиника Это вход в поликлинику? Да Вельшерско-акушерский пункт, то есть тут фактически розы принимают То, что мы увидели дальше, повергнет вас в шок Хоть поначалу я даже не поняла, что что-то не так Здравствуйте Здравствуйте, Дед Мороз и Снегурочка Вы верите Деду Морозу в чудо новогоднее? Да Да, а хотите написать пожелание? Дед Мороз с Великого Устюга приехал на оленях, вот олени наши Да, и мы исполняем заветные желания Да, а вы один живете? Нет, собственно Напишите самое свое заветное желание, 10 пожеланий Меня сейчас вообще не... Ну, не хотите написать? Потому что одно из этих желаний мы исполним по-настоящему А вы не напишите? Что? Вы не напишите? Нет, вы должны написать, о чем вы мечтаете в жизни У меня сейчас... я уеду Как я могла вот это не заметить? Я просто даже не увидела, что у него на руке А ты видела это вообще в тот момент? Нет, я смотрела четко только ему в глаза и вот в его лицо Это очень... Фокус у меня был только на этом Так я тоже не видел Мы когда заходим в квартиру, мы же не выбираем людей по каким-то признакам Мы просто заходим, вот как будто бы вот эта дверь в нарнию И сейчас нас ждет что-то интересное На этом все Поэтому просто наобум постучались и просто увидели человека с такой рукой Мне так его жалко стало в моменте, когда мы начали смотреть постпродакшн А мы вернемся минут через 20, заберем вас из точек, а потом уже в следующий день приедем Я сейчас уеду То есть не хотите писать? Ну, вы... Я сейчас уеду Хорошо, мы поняли До свидания, с наступающим Хорошего дня Как ты думаешь, если бы мы предложили ему вместо него написать? Может, он стеснялся как-то своей руки, не хотел ее показывать там вблизи? Не хотел меня пугать, поэтому он не стал писать Как одна причина из-за чего Я не говорю, что... Ну, видно, что он чуть-чуть поддатый Чуть-чуть поддатый? Чуть-чуть Не трогай лучше Палец им не оставляй Будем стучаться? Нет Давай в другую дверь Просто выломанная дверь Вы понимаете, какая должна быть сила, чтобы выломать кусок двери? Это может быть какими-то губцами Как там, плоскогубцами вот? Это ломом ломали? Ломом, да Блин, Вадим очень переживал Вадим впервые поехал в такого рода поездку со мной И он просто на эмоциональных качелях туда-сюда качался постоянно Вот так вот Вот, вот как вы сейчас Добрый день Здравствуйте Здравствуйте С наступающим Новым годом вас Можно вы сюда подойти? Оп Ой, как у вас вкусно супчиком пахнет тут Ага, хотите? Я Дед Мороз Это моя внучка Снегурочка Это наши олени Как вас звать? Меня Татьяна В канун Нового года исполняем желания Вы можете вот на вот этом листочке Самые заветные свои желания написать Десять штучек И мы выберем одно и исполним А что писать? То, что вы хотите То, о чем вы мечтаете Ой, это не будет исполнится А вы попробуйте, напишите Может исполнится Все, будем ждать от вас До свидания Вот, когда на позитиве Все происходит Вот, вот, очень приятно Вот аж прям Ну мед Ну мед Это моя фраза Ну мед Ну мед Такая прям позитивная бабулечка Смотри, какой газон прикольный Это гелик на Новый год Жекич и здесь еще Открывал компейнеры Соболезнь Разбился? Нет Какая болезнь? Может быть, есть? Возможно, что-нибудь Типа память Может быть, как-нибудь Как я понимаю Светлана, видимо, увидела Что мы снимаем И как-то связаны с машинами И рассказала историю Что у нее погиб Ну, умер муж От болезни И после него остался Чайзер, да? Это Чайзер А, Чайзер Просто их на руках пересчитать Три-четыре В принципе, в России осталось И что-то она хочет с ним делать Либо продавать Либо, может быть, как-то в память восстановить Очень тяжелая история, честно говоря В такие моменты очень сильно теряюсь Никому не пожелаю В таких же ситуациях оказываться О, смотри, какой кит Иди сюда, иди сюда Следующая история удивила нас не меньше Но уже в хорошем смысле Причем столкнулись мы с героиней Ну, вот, совершенно случайно Здравствуйте А подскажите, пожалуйста А вот в этой... Я не могу вставать У меня ноги не ходят Это ваш домик, да? Вот А мы Снегурочка с Дедом Морозом Мы знаем, что вы вели себя весь год очень хорошо И хотели бы, чтобы вы написали Вот на этом листочке Десять своих самых заветных желаний Десять? Да, десять А мы одно выполним Правда, что ли? Да Ну, про ноги я писать не буду Татьяна поделилась своей историей Почему она не может ходить Одним утром, три года назад Она проснулась И ее ноги как будто онемели Когда попытки встать с кровати не увенчались успехом Она поехала в больницу Где ей не смогли поставить диагноз Так как она не является гражданкой Российской Федерации И вот уже четвертый год Татьяна живет и не знает Как и чем лечить ее недуг За хозяйством она следит не одна Старший брат помогает, когда приходит с вахты Он подрабатывает сторожем О, еще кот у вас черный Два Красавец, смотри какой сидит В дом зайдем Попьем Да мы с удовольствием просто еще вот в этот дом хотим зайти Давайте вы все-таки напишите вот прям то, что вы хотите Давайте, да, я буду писать Ну, как я говорю, вот лекарства Лекарства Ну, вы будете За братишку у меня на работе будет Я буду одна Оля, не знаю, по-моему, мне это самое Это по соседке, которая вам помогает Да, да, да Давайте еще какую-нибудь Ну, здоровье нам Мне и брату Ну, инвалидность тоже вот сейчас в процессе оформления А что у него? У него два инфаркта было А потом вот летом он с инсультом у меня в больницу улетел Извините, может быть, тоже личный вопрос А сколько ему лет? Ему 50 Мне 55 вот в ноябре исполнилось Может быть, какую-то коляску обновленную? Я уже встаю Я уже вот-вот пойду То есть мне даже это, может быть, крестнее не понадобится Я надеюсь на это Думаю, я все равно на коляске не могу передвигаться Там кругом порожки и убирать их тоже нет смысла Небе, они еще боюсь дома развалят 120 лет дома, представляешь? Офигеть Мы к вам вернемся До свидания До свидания Пока-пока Я, честно, в шоке от того, что у людей сплошь и рядом Ну вот, всего полтинник человеку У него же два инфаркта, один инсульт И Татьяна сама как-то просто внезапно слила и потеряла возможность ходить И у нее такая сложная ситуация, связанная еще с документами, что она даже не может себе диагноз Как-то понять, какой диагноз, как это лечить Блин, я тебе говорю, твоя вот эта идея с подарками, это очень морально тяжело Это знаю, вот ты правильно сказала С одной стороны ты получаешь очень положительные эмоции, а с другой очень большие переживания Прямо каждая семья, каждая история И ты в каждую эту историю прям погружаешься В одной двери тебя открывают тебе тепло, добро, приятно Лучезарные люди в других, люди с какими-то очень жесткими проблемами И это прям сложно Здрасте, мы вернулись У нас открыто, не закрывается А, вы не закрываете дверь? Нет А мы опять к вам Пожалуйста Написала, но я в очках этих ничего не вижу вообще Хочу, чтобы пенсию давали побольше Давай Посмотрим Хочу Новый диван Диван? Хочу А вы не читали, да? Нет Мы все обязательно прочитаем и вернемся к вам Все, до свидания Все, слушайтесь маму Давайте, хорошего вам дня До свидания Каждый написал по 10 Какие, уж Молодцы, предприимчивые пацаны Мне очень интересно, что они написали Хочу Са Мукад Снегукад Снегукад Хочу На свет Питбайк Ни хрена себе Мы все это прочитаем в машине Поехали дальше Сейчас вы увидите самое ухохотное расследование На парковке сельского супермаркета Вадим узнал подписчик и рассказал, что есть такая семья тут неподалеку, которая держит автосервис И в этом же серваке все подрастающее поколение семьи работает И было бы классно им помочь, подумала я Но есть одно но В моем представлении, когда говорят дети, воображение рисует, ну как бы детей Но точно не тех, кого мы увидели Дальше история слагалась так Подъехали мы к указанному адресу Видим пацанов на десятке И заводим диалог Здесь живет семья У которой четверо, по-моему, детей И там только отец есть И все пацаны работают в сервисе А, это мы, да Приятно познакомиться Так, давай писать желание на листу А у тебя есть младшие братья, там, сестры? Да, один младший брат есть Сколько ему? На два года младший был Ну, блин Младший А что за бабка злая? Вот где черная машина и следующий дом Она очень злая, она постоянно сольет Ну, может, мы ее раздобрим немного? Пойдем туда Пойдемте глянем Чем занимаешься по жизни? Да, там разум Шатаю А что? Бананы Есть кто дома? Ау Откруйте ногтей, пожалуйста Может, мы просто откроем Хозяева Этикеты, блин Здорово Есть кто дома? Здравствуйте Это Дед Мороз и Снегурочка Мы разносим новогоднее настроение Ладно, может быть, кто-то спит Наверное Что-то, блин Что-то нам прям не прет Да, поначалу очень хорошо все шло Наверное, эта бабушка в этом году в чудо не верила Здравствуйте Добрый день А мы Снегурка и Дед Мороз А мы к вам с подарочками Ну, мы уже из возраста вышли, когда нам подарочки дарили Ну, давайте мы вам дадим листочек Вы на листочке напишите свои самые заветные пожелания А мы постараемся одно из них исполнить Я знаете, где я пишу заветные желания? Молодец Там тоже есть листочки, там тоже пишешь свои пожелания Так что у меня уровень чуть повыше Вы уже загадали, да? Да Короче, я всегда, когда приезжаю на заправку, оставляю денежку заправщику Но, честно, я даже предположить не могу, сколько они зарабатывают денежек в месяц Окей, в Москве, понятно, что есть какая-то проходная заправка Они могут много поднимать относительно пехоклада Но тут, фиг пойми, поэтому я Короче, да, я с тобой согласен Ты понял, к чему я веду Да, нужно подойти к заправщику, и чтобы он загадал желание Здравствуйте, с наступающим вас Новым Годом Мы Дед Мороз и Снегурочка И Дед Мороз И мы разносим праздничное настроение и подарочки Вот, мы хотим, чтобы вы написали на этом листочке 10 своих самых заветных желаний И мы выберем одно и исполним его Я даже не знаю Вот вам, пожалуйста, ручка Давайте мы вот ручку, листочка оставим Вы подумайте минут 15, чтобы вас не торопить И мы к вам подойдем И мы вернемся, хорошо? А вы вообще верили в Деда Мороза до того, как мы пришли сюда? Верил, я так же Ну вот Ну все Главное верить Вера – это главное Давайте посмотрим Как будто я домашнюю работу проверю Так, дачу, квартиру, автомат Или какой автомат? Ну какой, чтобы охранять дачу, квартиру Автомат! Ничего себе А, машину еще вижу Вот это более, конечно, основательные такие моменты Поняли Дедушка Мороз, а вы потянете такие подарки, как машина, дача, квартира, автомат? Да потянем Ну сейчас пояса затянем И потянем, как говорится Это же волшебство Мы же не зарабатываем Оно ж нам Надо Блиновской позвонить, походим Да, дышим маткой Какой матка у тебя? Ее нет Ты там сейчас и другие должен дышать А ты откуда знаешь, как там у Деда Мороза все устроено? Откуда он подарки берет? Хорошо Это очень жестко Охренеть Ребят, видите, заколоченный дом Окон нет Вместо них доски Все обшарпанное Я так понимаю, может это просто площадка игровая Я не верю, что дети в этом доме играют А вон, смотри, сзади прям детская площадка хорошая, оборудованная Блин, ну мне было бы очень стремно просто вот рядом с этим домом находиться Снегурка и Дед Мороз прибыли в конечный пункт сбора желаний Дед, ты нормальный? Совсем память отбила? Ты кого там нашел? Снегурку потерял Я тут, Дед Хорошо, взбодрился А, так ты до него не добежал Да, я пытался Смотрите, да, там лестница еще какая-то интересная Конечный и, пожалуй, один из наиболее важных и трепетных Эта пара не оставит никого равнодушным И то, как мы набрели на их домишко, не иначе, как судьба Это Дед Мороз и Снегурочка Открывайте, хозяева Здравствуйте Да, да, да Ой, здравствуйте Да, мы Снегурочка и Дед Мороз Вы готовились, да, к нам? Верите ли вы в новогоднее чудо? Ну, я уже старик, поверить в него не очень Если буду молодой, тогда я поверил Спасибо Если хотите, пожалуйста, дом Ой, спасибо Мы хотим, чтобы вы на этом листочке написали 10 своих заветнейших желаний И мы выберем одно желание и исполним его Пока я пишу это полчаса время Мы не только к вам Тут еще много ваших односельчан, которые хорошо себя вели И мы к ним зайдем А потом вернемся Да Как вас зовут еще раз? Меня зовут Камил Камил Камил, все Снегурка, Дед Мороз Камил Такой вопрос вам четверт Первое желание я хочу от вас слышать Вы автолюбитель, я так понимаю, да? Да Хочу меня от машин, пока не полчаса Минаю ее все равно А что у вас вот там за машина стоят? У меня там четверка стоят И пятерка там стоят Здесь и дневник Так совпало, что мы тоже все автолюбители Первое наше желание Вашу сторону Чтобы ваши машины всегда ездили Не доставляли вам каких-либо неудобств Всегда были в хорошем состоянии Вот ты догадался, вы оба догадались Я хочу поменять машину Вот это желание Менять, другую купить машину Это все металлолом А не ездят хотя бы? Да, вот Это вот два ездят Все, спасибо Он меня в лицо запихнул В снежок Звуки намыли Намыло вас А мы вернулись Давайте заходим вместе посмотрим Ну давайте Ой, как у вас уютно тут Давай, не еду Заходите от Малышины Познакомьтесь, это Маша Здравствуйте Здравствуйте С наступающим годом вас Хочу построиться на новой работе Да Девятый что, девятый-то? Самое хорошее Подождите, я сам скажу У меня семь нук Хочу восьмой Восьмой Хочу, что Восьмой нук Немножка, нук Нюшка у меня много Можно посмотреть Да, почитаю Это есть та ошибка Да Я держу кролики Я могу вам подарить прямо сейчас Кролика? Да А можно их просто посмотреть? О-о-о-о Привет Распрыгались сразу Так это же Это зайцы большие, нет? Нет, зайцы они другие А малыши есть какие-то? Я вчера, да Четырешек был Маленький А? Вчера пришел Привет Ого Это мальчики? Да Они поменьше Как будто размерчиком, да? Не хочу Забраться Ну что, договорились? Все, пацаны Мы к вам вернемся обязательно Камил, спасибо большое Спасибо большое Мы подумаем Это большая ответственность Любое животное Как говорится, либо большая ответственность Либо вкусное жаркое Которые дети приходят Спасибо вам большое Спасибо за гостеприимство Очень интересно у вас А расскажите, что по машине вас беспокоит? У меня она старенькая У него все Порога уже нету, да? Хочу ее поменять Я 15 лет уже машина Семерка дедушки Камилы 92-го года выпуска Мы решили рассмотреть ее поближе И заметили очень неприятные последствия возраста И условия эксплуатации Коррозия не оставила ни одной живой детали И есть большие нарекания по техничке В общем, что говорить Машине уже больше 30 лет Все, спасибо большое за ваше гостеприимство Хорошего вам вечера Я рада Очень было приятно познакомиться Вы очень хорошая семья До свидания Дедушка просто потрясающий Он мне напомнил чем-то дедушку Гаджи По своей энергетике Он просто берет Мне бабушка рассказала Что он просто берет Вот здесь вот детки гуляют На детской площадке играют И видят, он выгуливает кроликов Они такие Хотим кроличку, так это мило И он маленьких кроличат Просто так безвозмездно отдает детишкам Чтобы у них было свое домашнее животное И они могли нести за него ответственность Это очень круто, очень мило Да А еще он на Дедушку Мороза очень похож По своей доброте Он сразу какая-то родня Близость почувствовал, да? Да, да, да И мы должны с Дедушкой Морозом подумать Что можно сделать с его машиной Да Ребят, мы решили сейчас Зачитать все послания Дедушке Морозу Чтобы понимать, с чем мы имеем дело И начать быструю подготовку К исполнению желаний Вадим готов? Конечно Это как раз таки у нас кто написал? Камил Дядя Камил Дядя Камил, да Первое Поздравляю всех с Новым Годом Такое обстрактное пожелание Провести домой газ Купить автомобиль Отремонтировать дом И огородить этот дом забором Устроиться на работу Желания Александра Дяденьки с заправки Деньжат побольше Машину Дачу Квартиру Автомат Вот последняя Меня последняя просто выбивает Аж из себя Такой Че? А может как раз это ему и нужно? Автомат Желание Татьяны Вне очереди Конечно Никто не ожидал И это не какой-то там пресловутый байт К сожалению Это правда И так случается Ну а пока смотрим Какое желание исполнится у пацанов С первого адреса Let's go У нас постоянно так получается Что мы приезжаем на место И мы встречаем тех героев С которыми мы хотим сделать сюрприз И там сейчас сзади мальчик Который играет с палкой Это тот самый мальчик Который из первой семьи Где их два мальчика И у них мама и дедушка И мы вот должны им подарить елку И он не должен об этом знать Но он узнал Как будто это либо не он Либо он вообще не понимает Что происходит Так он может быть? Он же видел вас Ну да Мне кажется он делает вид Что он не понимает Что это ему Он не знает Что нужно делать вид Что мы не понимаем Что это он Все равно не поняли А это вот тем Кто плохо себя ведет Ну дедушка Мороз Ну зачем вы такое показываете? Я плохой дедушка Мороз Парень уже просто Двадцатый круг наматывает С палкой Это бесполезность Уровень просто Я купил холодильник Мне домой Мама хотела купить Замок на дверь Но он был слишком дорогой Она родила Остароживого сына Это называется Загадай желание Погодите Он загадал Сникогат Да это не он Это не тот мальчик Это не тот мальчик Ну будет Что происходит Мы пока ехали Заехали в Мак И Ангелине купил картошку Она очень парилась Что она растолстеет Ну вот смотри Типа Вот это наша русская баба Здравствуйте Здравствуйте Есть за что ухватиться Как говорится Огурку у меня есть? Кстати Давайте внесем немного Автомобильного контента То с чего я офигел В Opel Insignia Просто багажник Да Но фонари багажника Расположены на самом багажнике И я с чего охренел Берем И тут еще Одни фонари Я был просто В шоке сейчас Честно говоря Но с электропривода Багажника Тут этим никого Не удивить уже Мы приехали К пацанам Я подумала Что будет классно Им сейчас На Новый год Подарить Снегокат Причем Самый какой-то Навороченный Это как М4 Competition И телефон Ну и у них Нет елки Конечно Мы подумали С Дедом Морозом Что елку надо обеспечить Могонное настроение Принести Занести в дом Давайте меньше Мусорить Пойдем Это как Запорожец А это М4 Competition Ты из какой квартиры Подскажи Пожалуйста Там Крайняя Да? Да Пойдем с нами Наверх А мама Дома? Да Здравствуйте А можно Зайти к вам? У нас мама спит Так у вас Вообще Трое Да получается? Да У вас трое? Да Ну это хорошо Дружнее значит Это тебе телефон У тебя будет свой телефон Теперь Спасибо Круто? Потом Это супер крутой снегокат Это как машина В мире снегокатов Очень быстрая машина И теперь ты будешь Самым крутым парнем У себя в деревне Получай Для новогоднего настроения Елочка Здравствуйте Это вам снегокат Вашим малышам привезли Спасибо Телефончик привезли Да? Вот покажи Телефончик И елка там стоит Я просто не ожидала Ребята Мне чупа-чупс подарили С наступающим Новым Годом Вас И вас так же Блин Спасибо Я думаю Ребят Что это вообще Ничего не будет Спасибо Пожалуйста Самое главное Чтобы ваши пацаны Были счастливы Все Пока Ребят Все До свидания Как хорошо Такое хорошее настроение Счастья Здоровья вам Ребят Спасибо вам большое Громадное Громадное Спасибо До свидания До свидания Дед Мне кажется Или они нас вообще не ждали Абсолютно Вообще Она думала Что мы просто приехали Там что-то себе поснимали И уехали Но она аж в слезах была Это Это прям круто Мне кажется Что пацаны Они так смутились Потому что они Не понимали Что происходит Что это за подарки Что это правда А мама Она настолько осознала Происходящее И настолько вжилась В эту историю Что Вот эта неожиданность Она еще больше сыграла Как бы На положительную карту Это очень прикольно Просто вот сейчас Ребята Возьмите И нажмите На ту самую Красную кнопку В честь Моего Костюма И Нового года Подпишитесь На Ангелину Она делает Реально Прекрасные вещи Просто Ну Вы не представляете Насколько вот сейчас За камерой Это смотрится Все круто Вообще Мне казалось Что все Пройдет хуже С учетом того Что этот пацан Был со снегокатом Получилось все Гораздо прикольнее Мне кажется Что это знаешь Какой снегокат Это типа Общий снегокат Который они покупают Может быть Это из садика Из школы Для общего пользования А тут у них будет Свой собственный снегокат И я представляю Как это кайфово Когда ты парень Первый на районе С этим снегокатом У тебя сразу статус Вообще Ты едешь с горки И ты еще направляешь Навигируешь себя Это же так круто Блин, как прикольно Подожди Голову оставил Чего он вытворяет Ставьте лайк Пишите комментарии Если хотите Чтоб Владима Больше было на моем канале Я с утра собиралась Было очень много пакетов И Мишель Вчера вечером Из двух кусочков Киндера Их соединило И получилось яйцо С сердцевиной И вместо сердцевины Там лежал подарок Для бабушки И этот киндер Он в единственном экземпляре Я его не взяла Он остался дома Аааа А рода-то где у тебя? Наши Побрился Молодцы Правильно Мы подошлись Нас сумками фотографируют Смотри Нет бы подарок Вручили одиноким женщинам Тебе еще А как же Пенсия Ну и что ж Че нет подарка Дед Мороз? Нету сейчас Сейчас Секунду Где мой телефон? Да 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 Праздник Прошли праздник Молодцы Ребята Это киндер сюрприз Я думаю все И дети И дети Взрослые Обожают киндеры Я решила сделать Такой Творческий подход К подарку Не просто подарить денежку А подарить В красивой оберзке Откуда у тебя яйцо? А так Это яйцо Которое Даня заказала Еще из лавки Тогда Но яйцо С уже сделанным Всем Осталось у меня В холодильнике Дима открыл игрушку А там деньги С каких топор В киндере Деньги? Реально? То есть Это сейчас По-новому Нужно будет делать И на холодильник Знает по участию Нам нужно Все из машины И включить печку Чтобы оно не раскололось Чтобы оно Хотя бы чуть-чуть Было прогретое Ты думаешь? Да Уверен Мне кажется Что наоборот Дышок И он сразу Как бы разойдется Куча Полная Киндеры Киндер готов И мы сейчас Отправляемся Дарить его Нашей бабушке Интересно Как она поживает? У Вадима Золотые руки Реально просто Ставьте лайк Если у Вадима Золотые руки Здравствуйте 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 А вы не ждали Нас наверное увидеть? Нет, не ждала А мы вам Кое-что принесли Это Это Киндер Но это Непростой Киндер Его лучше Открыть Сейчас Непростой У нас Непростой 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 Так что вот эту никогда лишней не будет И у нас там с Великого Устюга Сказали, что вам нужно вот это довезти Давайте, можно вас обнять? Спасибо, можно С наступающим Спасибо Хорошего вам дня До свидания Здоровья крепкого И новогоднего настроения Ой, подождите Яйцо Яйцо-то я унесла с собой Мне яйцо нельзя есть Почему? А у меня и сахар У меня всего только нет Всего полного Я же на эморитности А, то есть нельзя А может быть у вас и мучи какие-нибудь Да он проженый ему 27 лет Спасибо, спасибо вам большое Очень благодарна я вам Мы главное заходим туда Я говорю Блин, а вдруг у нее диабет Ну, зачем Типа яйцо дарить Блин, какие мы Диабетику подарить шоколад Дед, ну ты че Перебрал с валерьяна наоборот Я просто хочу ей подарить растение Которое будет напоминать о нас А дольше всех живет каптусь И мне кажется, это будет прикольно Символично Он как будто снежком припорошен Спасибо Вадим Открывай Вадим, с добрым утром Открой, пожалуйста, машину Спасибо Мы приехали к Татьяне В село Старопотеево Как вы помните В прошлый раз мы с ней увиделись Прям вот на этом месте Мы еще подумали Почему женщина сидит на снегу прям Потом оказалось, что у нее такая Достаточно трагичная история Внезапная анемия ног Мы приехали к ней Не с пустыми руками А с чем? Мы приехали с подарками Вот все говорят, типа Вы за счет этого пиаритесь Вы за счет этого хайпитесь По-моему, мы подаем хороший пример, ребята И человек потом, посмотрев это видео Впечатлится этим И пойдет, сделает то же самое И добрых дел станет раз в пять Больше, чем было до этого Поэтому, мне кажется, ничего в этом Такого плохого нет Даже если это и есть какое-то Привлечение внимания аудитории Вам это и интересно смотреть И полезно для окружающих Поэтому все хорошо Привет Вау, какие же здесь красивые угодья Татьяна, здравствуйте Здравствуйте Удивительная реальность Татьяна вот уже три года Как потеряла способность ходить Она не может просто взять и выйти на прогулку Да какое там прогулку В магазин или аптеку за самым необходимым пойти не может Любое передвижение дается ей очень нелегко И это нелегко помноженное на десять А я сижу напротив нее и вижу, как она улыбается, смеется И от всей души радуется по любой мелочи Она благодарна каждому прожитому дню И это прям читается в ее глазах Татьяна, а вы можете помочь найти, пожалуйста Я взяла какие-то сладости для этого собакина А, то есть какое-то число лакомство, вот, наверное Нет, 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 там такие палочки, знаете Поняла Палочки Ой, а это, это вам Ребят, ну, неудобно Нет, это вам, это даже не мы положили Это из великого устюга пришло Спасибо большое, прям огромное спасибо Я прям стою и хрен знает, что сказать Я вот прям вот стою и очень сильно туплю Мы решили поближе узнать Татьяну и ее нелегкий жизненный путь Как она живет фактически, не имея ног Как она справляется с хозяйством В феврале 90-го года там было страшно Татьяна родилась в Душанбе в Таджикистане Папа гражданин Таджикистана, мама русская Но из-за неспокойной обстановки в стране в 90-х Пришлось перебраться в Россию Вот так семья Татьяны и поселилась в этом вековом домике А дому, между прочим, уже больше 120 лет И дом, вот только начинаются морозы У нас начинаются и двери плохо закрываются, открываются И вот это все начинает трещать, гулять Финансовое положение Татьяны сказать, что удручающе Как ничего не сказать А вы какие-то таблетки принимаете вот от того, что у вас... Это как они меня называют? Теперь будете? Теперь буду, потому что у меня просто финансово Я не могла себе позволить Из-за подвешенного состояния с гражданством и документами Она не получает пособий Поэтому живут они на 15 тысяч рублей в месяц на двоих с братом Ну в нашем магазине мы регулярно берем в долг Потому что вот так, ну не хватает просто Реально не хватает его зарплаты Чтобы не было задолженности ни по свету, ни по чему Сейчас Татьяна нам покажет, как у нее налажен быт И как она справляется совсем одна У меня вот лежит Вот такая вот Я ее выключаю, включаю А кухня есть еще и там? Или у него... Нет, у него только комната такая Он просто так интересно... Ну загляните, видите, у нас там барикада стоит Это от него, чтобы он туда не запрыгивал Ну на самом деле морально тяжело Все так проходит на лайте В положительном ключе, но в душе где-то внутри Ты понимаешь, насколько все это сложно Насколько все это морально тяжело Вот жить так Мы постарались с Ангелиной чуть-чуть раскрыть Эту женщину, чтобы она рассказала Как она так живет Что к чему да почему Этим людям действительно нужна помощь И действительно нужна поддержка Видите человека, возьмите, помогите Возьмите элементарно, снег почистите Это уже будет огромная помощь для этого человека Просто посмотрите и поймите это Вы настолько позитивная Просто вы вот прям Льется из вас вот ручьем Позитивные эмоции Это так круто Хотя казалось бы, ну не самые сладкие условия Согласитесь И не самая сладкая жизнь Ольга Федоровна, которая мне помогает Ей даже сестра все время с меня пример ставит Посмотри на Таню Посмотри, какая она И она все время улыбается А ты, говорит, живешь в шоколаде И что-то как-то в другой раз капризничаешь Давайте я вас обниму Была очень рада с вами познакомиться Я тоже С наступающим Новым годом вас Я тебя в гости в любое время Какая она чудесная женщина Такая лучезарная Такая дружелюбная И по правде Ведь ситуация не самая простая у нее Но тем не менее Она находит вот эти вот Маленькие такие якорьки За которые можно цепляться И питаться от них счастьем Это такие маленькие источники счастья И это очень круто И смотря на нее Я понимаю, что Блин Все жизнь офигенно У вас У меня И у нее Если она Может улыбаться каждый день Мы приехали в следующий городочек И сейчас будем дарить вот такой телефон Как вы видите Триколор Неспроста Это эмошный триколор Гоночная версия телефона Сделанная совместно с Эм То есть БМВ Здесь телефон Здесь наушники Зарядка беспроводная Короче Телефон нафарширован Настолько сильно он нафарширован Что когда Вадим его увидел Он такой Может я тебе машину помою Мы хотим Дайти ему в ту автомойку Выбрать какого-нибудь Работягу Откуда И попросить его Бесплатно помыть нам машину Ну конечно же Нам не нужно Машину Ни в коем случае Просто проверка На добрый качество человека И тот кто ответит нам положительно К тому мы вручим Это прекрасный телефон Переходим в стелс режим Мы сейчас ищем предлог Зачем нам мыть машину Я скажу что у меня дверь примерзла Мне нужно ее отогреть А вы случайно не поможете На машине Значит дверь Из-за холода Не открывается Я хотела ее Отогреть Просто пройти с водой Вот Но я оставила С ними дома Вот можете мне Гостолбить машину На кассу Скажите Что мы делаем Здесь они На кассу Но так вы согласны Сами Да Хорошо Спасибо Я спросила Помогут ли они мне В сложной ситуации Они сказали Что да Мы поможем Но надо спросить на кассе Но я спрашиваю Но вы же поможете А они отвечают положительно Ну да Нормально Тест пройден Да Я считаю что да Мы прошли тест И мы хотим вам подарить подарок Мы Снегурка Дед Мороз Пожалуйста Это вам Телефон Вы же знаете там БМВ М-серия Это очень редкий телефон Который был сделан Совместно с М-серией БМВ Это очень редкий Эксклюзивный телефон Спасибо Вот С наступающим Новым годом Вам тоже Хорошего у меня До свидания До свидания До свидания И дорогая Субтитры Хорошего дня Пока Вообще На самом деле Он так потух Просто Мне кажется Очень непонятно Спасибо Да Он типа Зашли какие-то типы Дали ему телефон Ушли Он вообще потерялся Жестко То есть он поэтому Эмоцию не выдал Потому что он просто Потерялся Ему дали телефон Он потух Спасибо Я только смотрела На его золотые зубы По нему видно Что он честно Сделает свою работу И то что ему Это точно не помешает Да-да-да С неба на голову Не падает Это точно Ну вот сейчас упало Должно же Новый год Чудо происходить А теперь мы едем К заправщику Вот такой мы собрали Шикарнейший Подарок Ну как Обаковка Обаковка Смотрите как креативно Гирлянда Изолента Вообще Это коврики Машинные Просто это подарок Который нельзя Показывать В видео Но я думаю Вы по реакции Догадаетесь Что это Хотите прикол Ангелина до сего момента Не знала Что такое изолента Она клейкая лента Ты что такое Про меня говоришь Я знаю Что такое изолента Клейка лента Я знаю Что это такое У меня почему-то Волнение Какое-то внутри Сейчас появилось Да Я не знаю почему Здравствуйте Здравствуйте Вы не ожидали Нас увидеть Это у меня Вопрос Водешнего вечера Помните Вы писали Свой список желаний Из которого Мы должны были Выбрать одно Это не Ключи от квартиры Но Это то самое желание Которое есть В вашем списке И вы сейчас Можете взять И открыть Но вам Очень понравится Я уверена Это мы Из Великого Устяга Везли вам Заказывали? По вашей реакции Вам нравится Спасибо С наступающим Новым годом Вас Поздравляем Спасибо Хорошего вам вечера Хорошей рабочей смены И новогоднего настроения Это самое главное Спасибо Все До свидания До свидания Он очень засмущался Честно говоря Он вообще Да Мне нравится Как у всех людей Понятно Они теряются Вот когда мы первый раз Приезжали Они вообще себя По-другому вели Они такие Ну давай Ладно Напишем Че Ну тихо Такие Навеселе Да 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 Их и сейчас Это не обязывает По сути Но в голове Им кажется Что обязывает Поэтому они так реагируют Ну да Они обязывают Как будто эмоцию выдать Но из-за того Что они очень смущаются Они не могут это сделать И самое главное Еще происходит момент Где ты должен принять подарок А это тоже тяжело На самом деле Ну да Но Дед Мороз Примовец Тем более Абсолютно незнакомых людей Да Это факт А финальный подарок Будет просто Разрывом всех шаблонов И мы его очень ждем Он едет из Москвы На Эвике Офигеть ты Блин Спойлернула только что Вообще никто не поймет Может быть это Не знаю Что Табуретка Табуретка на Эвике Например Короче Очень большие проблемы Со следующим нашим подарком В том плане Что мы купили четырку Ну Ангелина купила Она оказалась С гербом на капоте Мы хотим подарить машину Она не оказалась Это было не сюрпризом для нас Ну да Это была хорошая машина И единственный нюанс Это то что этот герб Он выглядит немного колхозно Ничего не имеем Против герба Российской Федерации Но просто проблема в том Что машину нужно дарить Прям в стоке Прям чтобы она была хорошенькая Без всяких Вообще любых наклеек И сейчас снять этот герб Большая проблема Я бы его снял За 10 минут Просто я здесь В этом проблема Ну что Позади вас ребят Стоит эвакуатор А на этом моем эвакуаторе Стоит машина Которую мы сейчас будем дарить Дедушке Ну или мужчине Камил Который нас хотел Снабдить кроликами Мне кажется После этого подарка Мы точно уедем Не с пустыми руками Ну что Я не знаю Как вот этим темам Разглядеть Что за тачка Но смотрите Это Димина первая тачка А у него разве не тренажка? Не, у него четырка была Четырка? Да Вообще Смотри Вот здесь была Огромная наклейка С нашим российским гербом И не то Чтобы мне не нравится Наш российский герб Наоборот Я очень люблю Нашу страну Но Я считаю Что это лишнее Когда у тебя на капоте Есть вот что-то Помимо капота Поэтому было решено Убрать это все И убиралось это все По лепесточкам В течение, наверное, часа Убирала Мишель своими руками Я вставлю вот сюда видос Она смогла это сделать За что ей огромное спасибо Ну что Четырка Четырка это в любом случае Лучше, чем классика Она, ну Выглядит неплохо По салону очень приятная Мотор работает Все хорошо Колесо немного спускает Но я думаю Дядя Камил решит с этим вопросом На самом деле В этой глуши Где мы сейчас находимся Если купить иномарку Запчасти в случае чего Найти здесь будет Просто невозможно Поэтому выбор пал На российский автопром Просто в более Более хорошем сегменте Нежели пятерка Недолго длились Минуты счастья и веселья И стоило нам Поближе рассмотреть Только что приобретенную Слепую машину Как мы ахнули И смех обернулся связами И вот почему Короче, как это было? У нас был хороший вариант Который мы забронировали Ауди Какая? А4? Восьмидесятка У нее все было Отлично по ЛКП По техничке И просто в 12 ночи Отписывает Мишель Этому чуваку И спрашивает Типа все в силе Сможете еще завести На бойку Перед отправкой на Эвике Типа все было в силе Мы пожали руки Виртуально И потом он пишет В час ночи Я ее продал В час ночи А нам выезжать В 8 утра из дома Мы просто лишились Любого варианта Я понимаю, что нам нужно Ехать сюда И нужно резко найти Какой-то вариант За нормальные деньги Попросили Мишель Попросили моего друга Они вместе Очень долго пытались Найти Хоть какой-то вариант Хотя бы какой-нибудь И вот эта машина На вид Как вы видите Внешне она выглядит Вообще отлично Ну просто Отличная машина И так как у нас Не было времени Мы просто вслепую Отправили эвакуатор Эвакуатор приехал И привез нам Вот это вот чудо Так и парень сказал Что машина Отличная Он ее купил За 155 тысяч Мы сказали ему Что мы дарим Дедушке эту машину То есть она должна быть Более-менее нормальной Да, там конечно За такую сумму Должны быть какие-то нарекания Без них никуда Но как будто бы У человека должна быть Совесть Сказал бы Что реально Все настолько фигово Есть такие перекупы Которые абсолютно Беспринципные люди Которым похрену Вообще Что говорить Как говорить Главное Продать машину Любыми путями Не важно Он даже вообще не знает Что мы хотим ему Что-то дарить Понимаешь Он вообще не знает Он думает Что это был какой-то Рофл Сказать как есть Типа Вот машина Но нам ее Мы ее купили вслепую Мы не видели ее Перед тем как брать И у нее вот это Вот это Вот это Поэтому принимайте решение Можете ее продать Можете оставить себе И использовать как Не знаю Донор Либо еще что-то Я не могла этого не сказать Мы не показываем Что мы дарим хорошую машину Вот это самое главное Мы никого здесь не обманываем И Ангелина правильно сказала То есть честно Обозначила Что ну вот Да мы обосрались Ну что сделаешь Поехали к нему Мы приняли решение Дарить машину так Потому что Если бы мы стали ее восстанавливать Ушли бы месяцы работы И потерялась бы вся актуальность подарка Искать другую машину На покупку Велик риск Напороться на того же кота В мешке И потерять время А до нового года Оставались считанные часы И нужно было действовать Да Может кто-то осудит этот выбор Но на тот момент времени Нам показалось Это наиболее правильным решением Здравствуйте Как у вас дела? Слава Богу Еще раз Помните вы писали нам список желаний? Да Есть желания Да Да Первое желание Всех Наступающих у вас Всех Да Второе желание А по поводу автомобиля Был у нас разговор Потом я его Третье Четвертое место Я поставил У меня Снегурочки Меня зовут Ангелина А это Вадим Дед Мороз Да В Дед Мороза 500 55 лет 55, да У нас автомобильная Снега наша И поэтому Я бы хотела вас Собвободить К вашему Новому автомобилю Это шутка такая у вас? Здравствуйте Нет, это не шутка Здравствуйте Вон, видите машина стоит Нет, спасибо Я такой подарок Не можем Это не от нас Это не от нас Это вот оттуда Это как это у вас Прикол Как называется Нет, это не прикол На самом деле Это все прям реально Но Есть несколько пунктов Которые мы бы хотели вам сказать Мы покупали машину вслепую Сегодня с утра Мы ее не посмотрели Перед тем, как покупать Произошла Сторон знает Произошла Очень нехорошая ситуация Нам было жизненно важно Чтобы дядя Камил Зная всех шероховатостях машины Принял решение Что ему с ней делать дальше И главное для нас С Вадимом Быть честными Открытыми С вами И без утайки Рассказать о нашем Непредвиденном косяке Как есть В любом случае Просто хотя бы Какой-то подарок Хотим вам подарить На Новый год Так не бывает Бывает За сколько вы купили Я могу это все Нет, не надо Деньги нам не нужны Дядя Камил Я просто Я волюся таких людей Как вы Вы очень честные Ребята Мне это не верится Вот Все Это ваша машина Я верю, например Как только вы взяли ключи Вы ее забрали Это ваша машина Давай, я заплачу все Нет Мы не возьмем деньги Мы никаких денег не возьмем Пойдемте, мы посмотрим Пойдемте, посмотрим Документы Давай посмотрим Да, ему дадим еще документы В данное время Я тоже, видишь, снимаю Да, вот Пришли ко мне Дед Мороз Они мне подарили машину Что-то мне не верится Вот это Честное слово Если доверяю до конца Я вам благодарю Всем Так Это вам Мне дают ПТС ПТС, СТС И ключики ПТС, СТС Ключ дает И ДКП Я не знаю, что сказать вам Спасибо Спасибо, я скажу все равно Все равно Благодарю Вы не верите до сих пор Я вот так Когда мы поведали Камилу Всю правду с души Как будто булыжник свалился А его реакция дала нам понять Что он искренне рад подарку Ну вам тогда низкий поклон Что вам скажут-то Спасибо И вам спасибо Потому что у нас тоже родственников много А то они не верят Мы каждый день Авито смотрим Машину хотели Ну вот Слушай, мне не верится То есть для вас это подарок Нужный был Спасибо От меня Благодарю Я этого чувства Я это Ваш канал отправлю Я знала, что нам все равно Подарить машину Вы поняли, да Ваш канал Какую-то сумму Надо я отправлю Нет, ничего не надо Ничего не надо Мы ничего не примем Это новогодний подарок Скажите, пожалуйста Ваш день стал чуть-чуть лучше Не только чуть-чуть Можно вокруг Вот так смотрю Это же ваша машина Как она называется Это Четырка Четырка Четырнадцать Выговорит, хорошо Спасибо вам Бета Давай, скажи, я от мимо Спасибо, Синегурочка Дед Мороз, да Пятьсот пятьдесят Пять лет Пять лет Оператору тоже давай И вам тоже спасибо Камил поведал нам Весь свой карьерный путь И он много где работал Но все эти места Объединяло две вещи Работал он всегда руками И трудился он Не покладая Этих самых рук Все, благодарим вам Все, давайте Еще раз Мы тот раз Первый раз мы пришли Мы три раза попрощались Я вас ждала Она говорит Камил говорит Я Вера Они что-то Что-то Какого-то подарка делают Они что-то У нее какое-то чувство Да, что-то Я говорю Молодежь пришли Говорю Ну поздравили Другим тоже Вы зашли Вы тогда сказали Вы зашли Другим тоже Вы зашли Она говорит Да у меня чувство Какое-то Чувство Вот у меня чувство Я сказала Они все равно Нам машину подарят Да, это я знала Благодарим вам Еще раз Это третий раз Давай До свидания Спасибо, Тимгорыч Спасибо Ладно, еще раз До свидания Мы просто Как-нибудь будем проездом Заедем посмотрим Любое время У меня забора нету Всегда двера открыта Всегда гостя открыта Вы холодец там делаете? Да Вот Дайте одну Нет, нет, нет Это ты Стойте, стойте Подождите Дед Мороз Можно Дед Мороз? Нам тоже подарили Мясо? Нет, нет, нет Ничего Ничего Есть такая разновидность людей С большой буквы Трудяга Честняк Который пахал И никогда не надеялся На помощь извне И тут случилось Настоящее Новогоднее чудо Потому что Где-то в закормах Своего сердца Камил уверил Что чудеса существуют Ставьте лайк Оставляйте комментарии И не забывайте Подписаться на канал До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok